Омские призывники отправились на службу в президентский полк. Честь служить в самом элитном полку российской армии выпала всего 15 юношам, хотя число желающих было в разы больше. Каковы критерии отбора и почему многие молодые люди так мечтают попасть на службу именно в эти войска, выясняла Ксения Тойчкина. Еще неуверенным шагом омские призывники идут за своим первым памятным наказом. Кажется о том, что именно им выпала честь представлять Омский регион в составе президентского полка, они сейчас не думают. Каждого немного пугает неизвестность и предстоящая разлука с родными. Мама Артема Тарасова Елена до сих пор не отошла от переживаний после получения повестки, а сына уже нужно провожать в армию. Такие чувства двоякие. И гордость за сына, что вот через столько проверок он прошел, что его признали достойным службы в президентском полку. Ну и, конечно, ну жалко, ну ребенок, жалко. А вот сам парень настроен решительно. Чтобы попасть именно на службу в президентский полк, Артем даже бросил учебу в университете. Он не успел закончить первый курс в транспортном. Взял академ и променял сессии и экзамены на зеленую форму и строевую подготовку. У меня отец, майор в запасе, и он с детства воспитывал меня в тягу к родине. Горд, что мне выдалась такая возможность представлять свою страну в таких войсках. Такая честь выпала 15 парням из сотен желающих. Жесткий отбор пройти было непросто. Моральное и физическое состояние – это и образование. Ну, внешний вид однозначно. Состояние здоровья здесь, я скажу, как, наверное, космонавт отбирается, соответственно. Ну и чтобы человек, как говорят, был с незапятной репутацией. Ну, а я скажу, самый основной, наверное, принцип – это желание. Потому что, как бы там ни говорили, престижная служба, но она очень тяжелая, действительно. Только строевой подготовки в президентском полку солдаты уделяют ежедневно по 5-6 часов. В таком режиме безволи, выдержки и выносливости – никак. Но и престиж такой службы налицо. Дислокация, Кремль. Функции особые, да и возможности тоже. Президентский полк – это хороший трамплин для того, чтобы реализовать себя в контрактной службе в Москве. Хорошо устроиться, получать высокую зарплату. Торжественная церемония завершена. Буквально несколько минут на прощание с близкими. И эти 15 парней отправятся навстречу своей новой жизни. Теперь они просто юноши. Теперь они рядовые президентского полка. Ксения Туечкина и Артем Колесников. Антенна 7. Продолжение следует...